Какие три составляющие сделают ваш журналистский материал интересным? News, views, use. На английском это в рифму, поэтому запоминаем так. Но я сейчас все объясню на русском языке. Сила. Медиа. Путешествие по мультимедийным мирам с Оксаной Силантьевой. Ньюс это новое, но не обязательно в той форме, как это делают информационные агентства. Вот эти квадратно-гнездовые одинаковые новости. Ищите в вашей теме, о которой вы рассказываете. Ищите новый ракурс, новых людей, новые факты. То, что привлечет внимание аудитории. Представьте, если вы будете рассказывать что-нибудь, мы вам уже об этом сообщали, кому будет это интересно. Или в 1876 году, кого это волнует, если это исторический экскурс не привязан к каким-то актуальным событиям. Даже если вы рассказываете о том, что было очень давно, пользователю нужно понять, почему мы именно сейчас говорим об этой истории, почему сейчас поднимаем эту тему. В любом вашем материале, пусть это будет информашка, пусть это будет интервью, аналитический отчет. В любом жанре всегда ищите что-то новое. Тогда эта новая часть привлечет внимание вашего зрителя. Вы пишете о киберчемпионате, чем именно этот чемпионат отличается от всех остальных. Чем он уникален? Может быть, количеством участников или географии, или какая-то новая дисциплина была добавлена в программу. А может быть, впервые в ней принимают участие ребята с бионическими протезами. Или вы пишете о чем-то новом в медицине. Может быть, стоит рассказать о том, что впервые сделаны операции по пересадке целого глаза? Но даже если вы делаете что-то о ремонте дорог, находите новые ракурсы. Например, та заплатка, которую пять лет подряд ставили на один и тот же перекресток, наконец-то не растворилась весной после прошлогоднего ремонта. Что-то новое обязательно должно произойти. Только новое привлекает внимание аудитории. Вьюз. Мнение, комментарии. Что разные люди думают по поводу той истории, о которой вы рассказываете. Эти другие люди могут быть экспертами, могут быть очевидцами, людьми, вовлеченными в эту историю. И здесь можно занимать две позиции. Позицию блогера и позицию журналиста. Блогер – это человек, который в центре истории. Он помещает себя внутрь ситуации, испытывает что-то на себе. И потом делится своим субъективным опытом. Именно этим он ценен своей аудиторией. Журналист же, напротив, не является центром своей собственной истории. Он как бы отражение тех зрителей и читателей, которые посылают его задавать вопросы экспертам, опрашивать очевидцев, делать панорамные съемки, вообще разбираться, что происходит. Профессиональная задача журналиста – спросить много разных людей, сопоставить их точки зрения, проверить данные и факты. И представить своей аудитории более-менее взвешенную позицию. То есть журналист занимает такую более отстраненную точку зрения и пытается показать, как оно сейчас выглядит, как оно почти на самом деле. Блогер же активно участвует в том процессе, о котором рассказывает, о котором говорит. И здесь не может быть правильной или неправильной. Вы сами выбираете вот эту свою позицию. Вы являетесь центром своего репортажа, либо вы являетесь таким обозревателем и человеком, который играет на стороне своей аудитории. По замыслу журналист работает на стороне своей аудитории. И аудитория ждет от него или от нее, что журналист будет проверять компетенции экспертов, насколько они разбираются в этом вопросе. Ждут от журналиста, что он будет сопоставлять данные, которые он получает от разных людей. Анализировать это все, структурировать и выдавать более-менее взвешенную историю. И поэтому, когда журналисты пытаются играть роль блогеров и брать на себя вот эти вот субъективные истории, происходит такое смешение ролей, и мы не понимаем, кто это. Мы ждем от него журналистской позиции или мы ждем от него блогерской. Поэтому всегда выбирайте, когда вы делаете материал, всегда думайте о том, какую позицию вы занимаете по отношению к той информации, которую дают вам разные люди, вовлеченные в историю. Юз. Полезная. Совершенно не обязательно это воспринимать только как чисто утилитарные ссылки. Мол, мы пишем про книги и тут же мы даем ссылки, где эти книжки можно купить. Это очень полезные ссылки, но вот эта составляющая Юз, она может быть и в других форматах тоже. Ну, например, мы пишем про приемную кампанию в вузах и даем ссылку на базу, где есть различные направления в различных университетах, и пользователь, заинтересованный темой поступления, он может уже посмотреть в этой базе данных нужную ему информацию. Или, например, мы пишем об инфляции и тут же даем калькулятор, который позволяет пользователю тут же на странице нашего материала посчитать, как его зарплата растет или не растет в сравнении с ростом цен. Полезное может быть реализовано в виде чек-листов, маршрутов или алгоритмов действий. Если вы пишете о том, как записывают детей в первый класс, напишите этот алгоритм, напишите порядок, по которому должны действовать родители и освещайте то, как этот порядок нарушается. Вот у вас уже будет серия полезных материалов. Если вы пишете о капитальном ремонте или снимаете об этом сюжет, пишете об этом лонгрид, добавляете в эти материалы карты, расставляете точки, расставляете даты, когда эти здания будут отремонтированы. Это будет полезный материал, к которому будут возвращаться ваши читатели и ваши пользователи. Если вы пишете о вспышке кори, давайте телефоны, давайте контактные данные тех организаций, которые могут помочь тем людям, которые озабочены этой проблемой. Очень часто, к сожалению, авторы и редакторы думают, что эта полезность – это всегда реклама, это всегда должно быть оплачено теми людьми, теми учреждениями здравоохранения, которые заинтересованы в распространении информации. Но нет, есть у журналистики обязанность информировать, навигировать и ориентировать свою аудиторию. И если мы говорим о социально значимой проблеме, то это наша журналистская обязанность – дать людям информацию, дать нашей аудитории информацию, которая ей поможет, а не просто занимать позицию. Мы вам сообщили, и на этом наша задача выполнена. Будьте навигаторами для вашей аудитории, помогайте ей разобраться в происходящем. Но для того, чтобы объяснить что-то понятно, вам нужно самим разобраться. И в этом смысле, чем лучше вы разбираетесь в той теме, о которой пишете, тем более адекватных людей вы можете найти, тем более полезную информацию вы им предоставите, и тем более интересный новый ракурс этой темы вы сможете найти. Поделитесь в комментариях теми темами, над которыми сейчас работаете. Я могу вам подсказать новый ракурс, либо каких-то интересных героев. Мы сможем вместе применить подход News, Views, Views к вашей истории. Субтитры создавал DimaTorzok